Следующий удар, который мы возьмем для обучения, это будет удар колен. У нас два варианта нанести удар коленом. Мы можем наносить удары с дистанции, можем наносить удары в захвате. Они отличаются. Чтобы нанести удар коленом с дистанции, нам необходимо со стойки нанести удар правым коленом. На раз мы делаем шаг. На два, поднимаясь на носке, выносим колено вперед. Руками делаем рейер защитное действие, где рука одна уходит вдоль бьющей ноги, другая защищает голову. Раз, это шаг. Два, удар. Стойка. Раз, это шаг. Два, удар. Стойка. Раз, два, стойка. При ударе необходимо пятку ударной ноги прижимать к бедру. Носок тянем вниз. Из колена делаем острие. Раз, мы шагаем. Два, наносим удар. Раз, мы шагаем. Два, наносим удар. Также, когда мы наносим удар коленом с дистанцией, таз с ударом выходит вперед, корпус отклоняется назад. Шаг. Удар. Стойка. Шаг. Удар. Стойка. Чтобы ударить левым коленом, нам необходимо его разогнать. Для этого мы используем перескоп. Со стойки. Наносим удар передним коленом, делаем перескоп. Пятку прижимаем к бедру, носок тянем вниз. Руками делаем защитное движение реверс. Раз, перескоп. Два. Удар. Стойка вернулись. Шаг назад. Раз. Перескоп. Два. Удар. В стойку вернулись. Левое колено. С перескопом. Раз. Перескоп. Два. Удар. Стойка. Раз. Перескоп. Два. Удар. Стойка. Продолжаем обучение. И у нас следующий удар. Это боковые удары руками. Боковый удар руками левый, правый. Удар более короткий, потому что рука в локте согнута. При нанесении бокового удара необходимо следить за тем, чтобы кулак находился чуть ниже, чем локоть. При ударе кулак наносится ниже, чем локоть. Точнее, локоть выше, чем кулак. Со стойки. Со стойки. Чтобы научиться бить боковые удары, нам необходимо при нанесении бокового удара левой передней рукой одновременно с ударом сделать шаг вперед. Шаг. Раз. Мы наносим удар. Два. Возвращаемся в стойку. Если шаг короткий, то задняя нога остается на месте. Раз. Бокового удара. Локоть чуть выше кулака. Кулачок завернули в ударной части. Два. Вернули в стойку. Раз. Бокового удара. Два. Вернули в стойку. Обязательно удар наносим на выгод. Раз. Два. Удар с движением. Раз. Два. Раз. Два. Продолжаем наносить боковую удары передней рукой. Уже делая более длинный шаг, подтягивая за собой заднюю ножку. Раз. Два. Возвращаемся в стойку. Раз. Два. Возвращаемся в стойку. Раз. Два. Возвращаемся в стойку. Боковый удар задней рукой. Чтобы нанести удар задней ручкой. На раз мы делаем шаг передней ногой. На два. Наносим удар правой сбоку. Локоть находится чуть выше кулачка. Кулачок завернули. На три. Возвращаемся в стойку. На раз. Делаем шаг на два. На выдох наносим удар. Три. Возвращаемся в стойку. Раз. Шагаем. Два. Наносим удар. Три. Возвращаемся в стойку. Шаг. Удар. Стойка. Шаг. Удар. Стойка. Шаг. Удар. Стойка. При нанесении боковых ударов, необходимо использовать корпус, плечевой пояс, разворачивать удар. За счет этого удар становится сильнее. Можно добавить вспомогательное упражнение. Ножки поставить чуть-чуть шире плеч. Ножки в коленях согнуты. Поднимаем руки. Локти в стороны. Локти чуть выше кулака. При скучивании голова остается на месте, разворотно на ноге, которой наносим удар. Раз. Наносим удар. Два. Возвращаемся в исходное положение. Раз. Наносим удар. Два. Возвращаемся в исходное положение. Раз. Наносим удар. Два. Возвращаемся в исходное положение. Следующий удар, который мы будем изучать, это удар миддл кик. Удар миддл кику наносится ногой. голень. Удар вносится по легам. Можно сказать под локти. Мы наносим удар не в плечи, как многие делают это, а наносим удар под локти. Правой и левой ногой. Чтобы нанести удар правой ногой, задней ногой, миддл кик, нам необходимо со стойки разбить удар на 4 части. На раз мы делаем шаг, на два, разворачиваясь на опорной ноге, выносим голень и бедро вперед. Три, наносим удар, четыре, возвращаемся в стойку. Повторим. На раз мы делаем шаг, на два, разворот на опорной ноге, выносим колено и голень вперед. Три, удар, четыре, возвращаемся в стойку. При нанесении удара мы используем, опять же, защитное действие реверс. Со стойки делаем шаг, наносим удар, возвращаемся в стойку. Шаг, наносим удар, возвращаемся в стойку. Чтобы нанести удар миддл кик передней ногой, нам необходимо, опять же, использовать перископ. Со стойки при нанесении миддл кик передней ногой, на раз мы делаем перископ. На два, разворачиваясь на опорной ноге, выносим голень и бедро вперед. Три, наносим удар, четыре, возвращаемся в стойку. На четыре счета наносим удар. Раз, перископ, два, три, четыре, возвращаемся в стойку. Раз, перископ, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И чуть быстрее. Перископ, удар, стойка. Перископ, удар, стойка. Следующий удар, который мы будем изучать, это будет апперкот. Аперкот, удар рукой снизу вверх. Аперкот, более короткий удар, удар согнутой рукой. При нанесении апперкота, удар левой рукой, нам необходимо удар нанести шагом левую ножку. Одновременно шагом левую. Наносим удар снизу. Раз. При этом локоть и кулак находятся на одном уровне. Кулачок, тыльная часть пальца сквылип на себя. Два. Возвращаемся в стойку. На раз. Наносим удар. На два. Возвращаемся в стойку. На раз. Наносим удар. На два. Возвращаемся в стойку. Раз. Два. Возвращаемся в стойку. То же самое мы делаем, если шаг более длинный передней ногой. Мы подтягиваем под себя заднюю ногу. На раз. Наносим удар. На два. Возвращаемся в стойку. На раз. Наносим удар. На два. Возвращаемся в стойку. 1, 2, стойку. 1, 2, стойку. 1, 2, стойку. 1, 2, стойка. 1, 2, стойка. 1, 2, стойка. Аперкот правой рукой, задней рукой. Со стойкой, чтобы нанести оперху На раз мы делаем шаг левой ногой На два наносим удар На три возвращаемся в стойку На раз шагаем Два наносим удар Три возвращаемся в стойку Раз шагнули Два удар Три стойку Раз шагнули Два удар Три стойку Раз, шагаем Два, наносим удар Три, возвращаемся в стой Раз, два Раз, два